здравствуйте сегодня пятница рожходы шадар в этом у нас сегодня праздника я даже не знаю вы знаете быть в радости это заповедь сегодня нам тяжело быть в радости нам трудно мы не понимаем почему нам надо быть в радости но так сказано тысячу лет назад две тысячи лет назад сказал в эти дни быть в радости мы не знаем как решить проблему он говорит в эти дни будьте в радости мы говорим а как папа мы можем улыбаться он говорит а вот это вот не ваше дело вы улыбайтесь я буду разговаривать с вами дальше легко быть верующим когда наши желания и планы совпадают желаниями неба и намного тяжелее сохранять веру когда все идет не так как нам кажется в моменты когда очень тяжело это наивысшее испытание человека и человечество мы удобно устроились в этом мире в этом мире который называется испытательным полигоном и нам казалось что все мы планировали через два года мы знали я там поеду туда-то через полтора года пойду туда-то нам все известно нам все понятно мы очень удобно устроились забыв самое главное что этот мир испытательный полигон этот мир держится на нас самих на том какой мир мы будем строить если мы с вами загрязним этот мир до невозможности произойдет то что произойдет мы не понимали цепи событий которые спускаются от нам с неба мы сейчас этого не понимаем мы не понимаем почему 1 надо который хорошо устроился надо встряхнуть оторвать от чего-то выкинуть там но оставить в жизни а второго перевести в какую-то точку а третий к сожалению прервает земной путь мы ничего не понимаем и тем не менее удача выпадает четвертому в эти дни иногда чаша терпения небо переполняется и получает силу ангела разрушения ангел уничтожения и тогда написано не разбирает неправых и невиноватых так написано в наших книгах они все описали почему в тех или странах просыпается вулканы а во втором нет мы тоже не знаем мы должны только понимать одну единственную вещь мы следуем за указаниями бога и тогда это лучше для нас вариант в этот день он сказал нам радоваться и мы обязаны это делать и все говорят что сегодня мир лишенный идеалов посмотреть что происходит да не лишенный идеалов мир я бы иначе сказал никто никогда не убивал во время убийства убивали во время демократии свободы и процветания культуры чем хочешь наше поколение не лишено идеалов мы заранее знаем что каждый идеал ложь его осуществление неизбежно будет построена на крови короче мы ни во что не верим это лучшее доказательство того что всякая мораль построена не на тони не на божественного откровения это ноль это ноль она ни к чему не приведет тот или иной момент закончится это все немцы во время великой отечественной войны на пряжках было тоже написано с нами бог а где он этот бог с ними разве был сегодня шатается мир когда шатается мир спокойствие это ключ к решению проблемы давайте расскажу короткую историю в одном поселении куда часто приезжал раф чтобы рассказывать тому подтягивать людей до находилась маленькая гостиница под управлением одного человека каждый раз когда раф приезжал в это место хозяин принимала у себя с большим почетом был готов услужить от всего сердца однажды владелец гостиницы поселил в одной комнате с рамом очень богатого одного еврея который приехал в эти дела поместь по своему предприятию спустя два дня предприниматель решил собрать вещи продолжить путь готовясь к отъезду он внезапно обнаружил что толстый кошелек с деньгами пропал он не то чтобы имел от не дай бог против рава какие-то там подозрения но он поднял тревогу шум раф спокойно обратился богачу и говорит может быть вы могли бы указать его признаки сколько денег было в кошельке тут подробно перечислил содержание кошелька а мараф отправился в другую комнату что побыл там возвращается верит смотрите вот вы сказали что у вас пропало столько денег вот у меня есть такая сумма я ее нашел вчера и думал что это не ваша взволнованный собеседник поблагодарил его от всего сердца принялся упаковывать вещи и пока он складывал постельное белье из раздался крик его кошелек находился под подушкой словно никуда и не пропадал он понял что деньги полученные отрава не были деньгами его кошелька это был просто если хотите возможность выйти из ситуации богач очень смущенный обратился к раву с вопросом раф разве так можно почему вы решили дать мне такую большую сумму из своего кармана если денег не находили успокойтесь сказал раф это не подарок это суда на несколько часов или на минут я знал что пока человек в смятении он своих денег не найдет я дал вам эти деньги чтобы успокоились и вот уже спустя несколько минут кошелек нашелся понимаете в этом простом рассказе рассказывается нам очень важное спокойствие это важнейшая вещь который нужен человек вот в такие моменты жизни должен брать себя в руки а уныние это дурное свойство это чувство разлагает разум и душу ведет к тому что человека опускаются руки этого допустить нельзя самые главные слова на сегодня это пока мы живы мы надеемся сегодня шаббат шаббат великий шаббат первый шаббат в новом месяце адар и от того как мы проведем тоже во многом очень зависит все что будет происходить в мире давайте в этот день несмотря ни на что первое верить второе не опускать руки третье не поддаваться унынии и четверто надеяться брахава отслыхая пусть наши молитвы в этот шаббат прекратят войну